Розыгрыш на этот набор продлён до 4 ноября, шанс выиграть огромный, набор отдаю бесплатно, правила простые, успей, ссылка в описании, скорее нажимай клацей после просмотра этого ролика. Привет, это Сафронов, и может быть ты подумал, о, что-то, попался на кликбейт, а? Как помните? Лайк, если помнишь, ты попался на кликбейт, олух, олух, ты попался на кликбейт, глупый дурачок, но нет, здесь всё будет, друзья мои, хот-хот-хот, горяченькие, горяченькие пирожки у меня тут, и не только пирожки, поверьте мне. Но давайте посмотрим, что у меня сегодня будет на обзоре. На обзоре у меня сегодня будут штуки, которые известны уже десятилетиями, и ваши бабушки, и мамы, и бабушки даже играли, а возможно и раньше, и про бабушки, ну в общем, игрушки, которые очень много лет. Это фигурка куклы, на которую нужно накладывать платье, наряжать. И я нашёл несколько таких штуковин, которые меня довольно сильно заинтересовали. Но вот эту, одну из самых горячих, я оставлю на сладкое. Давайте начнём с чего-нибудь лайтового, просто чтобы показать вам пример, принцип, как это всё работает. Вот. Значит, у меня есть тут один из альбомов, называется «Один альбом вот такой вот для творчества Барби». Соответственно, Барби, прямо это, по всей видимости, официальная, возможно, даже штуковина, не знаю, умка, что-то такое. И у нас здесь присутствует, как вы видите, вот она. Это Барби. Я думаю, что она может быть неофициальна, не знаю. Вот это Барби, которую нам нужно будет вырезать ножницами. Соответственно, вырезаем отсюда, прямо из книжки, обложку Барби, а дальше выбираем для Барби одежду, вырезаем, и можем ей любой стилёк замутить. Любой стиль, который вы захотите из представленных, соответственно. Забавляет меня только то, что тут вот... Ну, а как сделать по-другому? Видимо, никак, что у Барби тут отрезанные ноги, и это довольно странно. В общем, давайте сейчас я вырежу, ну, как смогу, и продемонстрирую примерно принцип работы этого всего. Во, такая вот история. Ну, вырезать всё, я просто купил для примера, чтобы вам показать, вырезать всё я не буду, но вот примерно вырезается одёжка. Загибаются вот такие штучки, я думаю, все знают, и... Не нужно писать, но всё же, может, не все знают. И, соответственно... Ну, здесь вот интересно, здесь, видимо, нужно и белую линию тоже срезать, хотя нарисовано было, что по белой, это странно. Вот. По идее, вот так вот это цепляется, и вы получаете вот куклу, типа у вас Барби, вот она уже в платье. Вот она. Ты-ты-тыры-ты. Видите, у неё закрыты ноги, вот это вот всё. Вот она уже в платье. То есть, вы взяли, вырезали потом другое что-нибудь, и поменяли ей дизайн. Прикольная, дешёвая, очень классная история. Особенно круто ностальгирует наверняка родители, у которых не так много было денег, на куклы, естественно, и бабушки, и мамы. Это сейчас игрушек просто как грязи. Ну, а некоторые как грязь и есть. А иногда это просто грязь, просто, типа, реально игра с ней. Или что-нибудь ещё похлеще. Но здесь, как бы, такая история, она больше историческую ценность имеет. Какую-то, ну, такую лайтовую. Можно придумать самому, можно рисовать самим платье, самим украшение, наряжать своё. Можно вообще сделать бесплатно, нарисовав или распечатав, ну, полубесплатно там, полубесплатно, почти бесплатно распечатав на каком-нибудь недорогом принтере любые картинки. И у вас будет целая коллекция вот таких вот игрушек, да. То есть, даже если у вас нет принтера, несколько листов цветных распечатать, заведомо, как бы, уже найти вот подборочку кукол и по масштабу, ну, всяких украшений, одежды и так далее. Это всё нормально будет. Но, в общем, это вот такая вот история. Видите, вот такая вот барби. Ну, то есть, вот всё. Есть много разных, я могу как-нибудь вам показать, ещё разнообразные, интересные. Но есть и новаторские, новаторские истории. Новаторские истории заключаются в следующем. Как вы видите, это уже что-то новое. Набор называется «Невеста». И мы здесь видим жениха. Правда, жених по современным уже тенденциям новым, это уже повесточка такая. Жених – это всего лишь фон для невесты. То есть, жених – это даже здесь не фигурка, это просто фон для невесты. Не свадебная штуковина, не что-то, а сам жених является... Это очень забавный момент. Они, пронятно, никто об этом не задумывался. И, наверное, не стоит об этом задумываться. Но, соответственно, просто это здесь есть как факт. И обычно людей, ну, на фонде там зрители могут быть, гости какие-нибудь, но не второй равнозначный, типа, участник торжества. Это вообще странная история. Но да ладно. Вот. Пока не буду вопоказать, хотя тут превью наверняка я разместил. Соответственно, вот у нас история такая. Магнитный набор, модный образ невесты. Играем на металлической поверхности. Ну, понятно, лучше можно на холодильнике, можно на какой-нибудь штуковине. И можно прилепить невесту, и она будет там находиться. И это тоже стоило недорого. Дороже, чем просто бумажечки. Но тоже стоило недорого. Ладно, давайте посмотрим повнимательнее, что же у нас здесь есть. У нас здесь есть вот такой вот картонный фон. Причем это, как вы видите, не просто какой-то обык фон, а это еще и раскладывающий. Смотрите, что у нас тут. Ох, какая красота. А с другой стороны тоже очень красиво запринтовано. Все. Здесь и тортик, розочки, какие-то украшения, конфетки, бараночки. И вот, короче, это свадебные угощения. Свадебные. С какими-то непорядными атакующими розами. И, соответственно, вот на фоне у нас жених. Пусть он будет. Далее. У нас здесь есть набор как раз магнитных штук. Магнитных штук. И есть невеста. И есть невеста. И магнитные штуки. Во! Смотрите, какая вещь. Революционно. Революционно. Одежда этой куклы. Ее не нужно вырезать. Ее нужно выдавить просто из этого магнитного фона. И давайте смотреть, что здесь у нас есть. У нас здесь есть. Вот смотрите. Мы вот так вот берем и выдавливаем. Очень классно. Смотрите, вот такая вот может быть такое вот платье. Надо жениха сейчас будет на него фокусироваться. Давайте торт уберем. Отвернем жениха, чтобы он даже фоном не был. В общем, есть платье вот такое, приталенное. Далее. Есть дальше у нас вот такое. Что это? Ну, корсет. Корсет, наверное. Вот под юбку. Что-то вот такое тоже приталенный корсет. Дальше выдавливаем. И это... Я даже не знаю, что. Что это такое? Какая-то подушечка. Как будто может показаться, что это какая-то подушечка. И она тоже, как вы видите, вот такая вот. Далее здесь есть еще типа сорочки, что ли. Но это уже странно, да? Очень много похожих вещей здесь есть. И они вот присутствуют здесь. Ну ладно, окей, хорошо. Положим тоже сюда. Смотрите, вот уже сколько. Дальше есть вот такое вот высокое платье. Высокое платье. То есть, и место может быть в разных стилях вообще. Смотрите. То есть, набор не просто одна какая-то, а вот как бы... Но они, конечно, однотипные, похожие. Типа, ну, можно ведь было сделать и в других цветах. И они так и сделали, кстати. Но только в один раз. Дальше. Тут еще есть, мало того, что здесь есть платье. Здесь выдавливаем. Здесь есть вот такие вот ботиночки. Точнее, тоже сделаны ноги. Кусочки ног, видите, с даже маникюром, с ноготочками. Здесь сделали. Так. Это тоже есть. Так, диадема или корона. Что-то вроде этого. Вот выдавливаются они довольно... Уже мелкие детали из этого выдавливаются довольно плохо. Так. Вот такая вот диадема или корона. Ну, и другие штуковины. Еще другая диадема. Ну, тут много однотипных вещей. Как бы, как мне кажется, постеснили... Ну, пожадничали дизайнеры своим временем. Просто не очень дорогой набор. Размещать что-то особо такое разное. Потому что, ну, мне кажется, невеста будет выглядеть одинаково. Вот что интересно, что здесь есть, это перчатки. Перчатки невесты. Ну, вот такие. То есть, можно образы-то менять. Но и мы почти добрались. Мы почти все достали. Там еще останется сумочка, букет невесты. Вот он, букет невесты. Его можно кидать в кого-нибудь. И еще некие аксессуары. Так. Соответственно, вот такой есть еще аксессуар. И, соответственно, есть еще... Сейчас я его достану. Подождите. И покажу вам платье. И вот он меня уже немножечко смутил. Нет, кто-то скажет, что я ханжа, но вы просто чуть-чуть задумайтесь больше, чем на полсекунды. Итак, здесь есть вот такое платье. Оно огромное, гигантское. Похоже на вот такое платье, как было у Барби. Была это вот такая вот... Была штучка в виде платья. Вот. Тоже магнитное. Соответственно, вот так. Штуки вот эти друг к другу... Ну, не особо это липнут. Это нужно на чем-то магнитном, на какой-то железно-металлической поверхности. Ладно. Окей. Хорошо. Но давайте теперь обратим самое время. Она наступила для того, чтобы обратить свое внимание на невесту. Итак, друзья мои, вот у нас контур невесты. А теперь, внимание, на старт. Внимание, марш. Встречаем невесту. Под аплодисменты и, надеюсь, не зацензуренный ролик. Невеста. Я вам сейчас скажу. Может кто-то отжидал чего-то, чего-то. Но, возможно. Возможно. Возможно, в зависимости от того, что я поместил на превью. Интересно. Пока еще не дотумался. Смотрим на невесту. Вот у нас мы видим ноги невесты. Колени невесты. Нижнее белье невесты. И, боже мой, что заставило создателей этого образа сделать ей такие формы. Скажите. Ладно, макияж. Макияж нормальный. Но что это такое? Почему у детской игрушки образ как будто из мужского журнала? Вам не кажется это странным немного? Я все понимаю. Может быть, это желание прикрыться. Прикрыть невесту. И сделать как-нибудь вот так. О, это магнитится. Но! Вот так магнитится. Действительно прикрывает невесту. Классная тема. Смотрите. Невеста-то довольно прикольно. Прикольно. Вот крепится сюда. Держится на ней. Это платье. Ничего не нужно. Но только мы его срываем. Платье перед нами предстает весьма вульгарная мадама. Дальше у нас есть вот такой вот, значит, корсет. Вы уверены, что это игра во что-то веселое и классное? Или это... Вам не кажется это немного странновато? Нет? Никому не кажется это немного странновато? Никому не кажется набор этой одежды и внешний вид невесты немного странный? Окей, хорошо. Вот длинное платье, да? Допустим. И длинное платье вот сюда, да? А сверху у нас идёт... Что? Этот корсет? Ну, допустим. Окей. Хорошо. Допустим, можно... А это что? Это тоже сюда идёт? Или куда это идёт? Я не понимаю. Видимо, сюда. А, это накидка на плечи. Точно. Вот так вот это выглядит. А можно просто оставить эту. Без этой вот. Или вот накинуть на неё вот эту вещи-вещицу. И тогда она будет в таком халатике свадебном. Вот. Вот такая свадьба. Можно, опять же, оставить её голую и нацепить на неё перчи отдельно. Можно куда-нибудь ей их, я не знаю, прикрой все перчаткой, женщина. И почему ты так выглядишь? И, конечно же, что самое интересное, что у неё здесь ещё есть и чулки несвадебные. Вы уверены, что надо продвигать этот образ невесты? Такой. Я, конечно, понимаю, свадьба. Там, все знают, что следует за ней. Всё такое. Но это, как бы, мне кажется, должно оставаться за кулисами. Или что? Это девочкам с детства прививает желание. Я понимаю, когда такое желание возникает у взрослой женщины. Нарядиться в такие наряды невестовские. Там, я не знаю, сделать себе пуш-ап или что-то ещё. Но не надо перекладывать свои фантазии и какие-то желания на детскую игрушку. Вам не кажется, что детские игрушки не должны быть, я в прямом смысле говорю, сексуализированы? Да, окей, невеста для жениха. И, не знаю, может, для кого-то ещё. Я не в курсе, как бы, из истинных значений всех элементов гардероба, которым невеста на себя напяливает. Но неудобные корсеты, сползающие чулки, высокие каблуки, на которых неудобно ходить. Всё это, конечно же, выбор сильных и независимых женщин. Но, камон, мы можем здесь получить вот такую девицу, с которой можно легко стянуть чулки. Но зато забавно, что можно сделать вот такую невесту. Вот такую невесту, в общем. Кто-то со мной поспорит, друзья мои. Но только, только стоит вам высказать мнение о том, что что-то в чём-то где-то я не прав. Я выпускаю второй ролик. Ну, нет, давайте так. Давайте проверим. Ну, вот просто. У меня есть ещё один набор. Я боюсь показывать здесь так много оголённых женских тел. И в таком, в этом виде я выпущу следующий обзор на вот это вот всё. Но, в этом обзоре я тоже вам кое-что покажу. Второй набор из этой же серии, он не менее прекрасный. И вот такой стоит жених, ждёт свою, значит, прекрасную. Вот, как вам такое? И тут как будто раскиданные чулки и платье. Это так странно. Ну, то есть, это как... Боже мой. Или вот так можно её поместить. Нет, вот понимаете, вот чем отличается? Давайте... Я для примера не просто так купил Барби. Не для примера... Не просто так купил Барби. Барби я купил для того, чтобы показать вам, как может выглядеть образ женский. Это взрослая женщина. Это не то, чтобы прямо девочка или что-то ещё. Это взрослая женщина вполне себе. И вам не кажется, что создатели этой фигурки и этой фигурки преследовали одну цель. Сделать игрушку, которую можно наряжать. Но они настолько разные. И концепция одежды вы видели в Барби. Настолько разная. И здесь тоже, по-моему, да, что костюм невесты был. Нет. Ну, вот у неё сколько много разных шмоток. Сколько разных шмоток. И тут, и тут, и тут. Вот, платье, вот и всё. Да, наверняка можно, кто-то скажет, сделать из этого. Образ там отдельно штаны или там носки. Ну, не чулки. Ну, камон. Ну, вы что это такое? Ну, не на выкате грудь. Ну, нельзя такое делать. Конечно, это прикольно. Я скажу, что это прикольно. Меня это чисто позабавило. Я угарнулся. Это в моей коллекции мемасов и прикольных, нелепых, тупейших игрушек, которые могли только придумать. Только я вас очень прошу, не надо защищать эту тему, потому что я её разнесу в пох и в прах. Вот, прямо сейчас же, в продолжении этого ролика. Я решил, думал, оставить ещё-то сладкое. Но у меня есть ещё один набор. И поверьте, у меня есть ещё кое-что, что вам показать. Не из этой серии, которая тоже делает что-то странное. Короче, лайк, если хотите видеть следующий ролик. И про эту тему. Здесь мы видим сразу, давайте вот так посмотрим. И что же это за набор? Модный образ, магнитный набор, герцогиня. Герцогиня, вау, что-то такое классное, сказочное, не сказочное, историческое, из романов, ух ты, ну, вот, из учебников истории, да, из каких-то классических произведений, вот, из картин, герцогиня. Да, давайте посмотрим. Ну, во-первых, герцогиня немножко больна на голову в плане розового цвета. Вот, и герцогиня здесь, окей, хорошо, просто любит розовый. Розовые стены, розовые занавески, розовый диван, розовый коврик. Герцогиня, знаете, не выросла, но герцогиня, поверьте мне, вы уже знаете, что выросла. Итак, герцогиня, вот её вот это. Надеюсь, там с другой стороны не будет герцога, который там сидит и колладивается. О, ну, конечно, ну, конечно. Ммм, там был жених. А здесь у герцогини её спальня и кровать огромная. Даже не её комната гардеробная или, может быть, бал, зал, что угодно. Можно было сделать шкаф, можно было сделать... Ну, нет, они сделали вот герцогиню спаленку. Хорошо. И начинаем смотреть. Давайте посмотрим. У герцогини одежда. Но с одеждой у герцогини сразу можно вам показать. Всё намного лайтовее. Здесь, правда, вот классные штуковины. Классные штуковины. Нет, мне очень нравится эта штука. Очень круто сделана. Прикольно. И я думаю, что можно найти у этого производителя какие-нибудь ещё. Ну, точнее, не у производителя, а вот это Happy Valley опять. Это наша любимая история. Можно найти какие-то интересные вещички. Вот такого в плане магнитного вот этого свойства, чтобы имели. И, соответственно, можно поиграться с этим, да. То есть, и прикольно будет выглядеть. Потому что это здорово. Не нужно вырезать криво, косо. Можно вот примагнитить и поиграть на магнитной доске. Или там у многих детей сейчас есть дома такие вещицы. И в целом будет забавно. Но, значит, вот у нас тут есть набор... Ну, тут, смотрите, парички ещё есть. Классная шляпка. Два парика. И платье розовое. Это что ещё? Сумка или корона? Я не знаю. Это вот такая накидка. У нас, как так и называется? Розовое платье, опять же. Ну, говорю, безумное розовое. И вполне себе, кстати, приличное платье, которое выглядит довольно классно. Классно. Прикольно. А теперь, друзья мои, силуэт герцогини выплывает к нам и... Пью! Герцогиня куда ещё более детализирована в этом плане. Посмотрите, она ещё и стоит в полуборота. Если невеста была такая немножечко шаблонная, как вы помните, а вы не можете не помнить, потому что она была только что. Вот. Такая невеста просто стоит. То герцогиня прям здесь у нас прям в позе, понимаете? В такой вот стоит. И ножку-то за ногу она закинула. При этом у неё нет обуви. Она просто на цыпочках на голых ногах стоит. И посмотрите. Давайте посмотрим теперь на герцогинию. Теперь на герцогинию у создателей. Этого набора прямо пунктик на выкат определённых мест, понимаете? Образ опять очень сильно отличается от того, что должно было быть, наверное. Но при этом мы это можем всё скрыть. Я не понимаю. Может быть, в этом был тайный смысл. Вот видите, котяра даже пришёл посмотреть на герцогинию. Вот. Можно делать парички прикольные, да? Они будут у неё, правда, смешно сползать. Но всё равно. Вот так вот. Очень тупой образ получился какой-то. Можно сделать и какой-нибудь классный наряд. Вот такой классный наряд. И... Давайте шляпку в этом случае дадим. Ну, вот так как-то. Ну, в общем, можно что-то такое придумать, приделать. Как-то странно. У меня с него сейчас получается шляпкой с этим магнитом. Ну, вот так, типа. Вот так можно. Ну, что-то уже такое, да? Интересненькое. Но... Опа! Герцогиня предстаёт перед нами в образе. Ещё раз. Давайте посмотрим на невесту. На герцогиню при этом. Интересно, почему они решили сделать их? Это либо невеста гигантша, либо герцогиня карлица. В чём проблема? Сделать их в одном формате, чтобы у них можно было менять им образы. Это было бы, кстати, прикольно. А тут мы можем... Во! Смотрите, я придумал. Можно сделать вот такую герцогиню. Как вам? И на эту невесту, да? Не налепить платье никак. Чё вы? Вы обледнились там в конец. Вы просто сделали девушек с такими большими объёмными формами. И такие... Да норм! Да норм! У нас всё вышло. Ну, не додумались их сделать в одном формате, чтобы они обе либо стояли вот так в полуоборота, либо лучше, чтобы стояли вот так ровно. Потому что это болванчик, на которого навешивается всякое. Вот. Соответственно, вы сделали вот просто вот это вот. Я не знаю. Мини-карлицу или дилду вот такую вот. Вот. Соответственно, вот. Я не знаю, что я поместил из этих как бы... Из этих образов на превью. Наверное, невесту всё-таки. Наверное, она из-за тона кожи. Хотя и это тоже здесь. Понимаете? Вот детские игрушки. Детские игрушки. То есть... Ещё раз покажем Барби, которая норм. И давайте покажем ещё. Если вас что-то смущает... Ещё раз говорю. Кто ты мне сейчас скажешь? Да это норм. Ничего такого. Что я прям в следующем ролике покажу вам ещё такую же подборку сделал. У меня прям есть, что вам показать в этом плане. Прямо вот как бы что должно быть и что... И что... Зачем-то сделали. Опять же, так же странно и бредово и дико. Но это забавно. Ну, то есть, для меня, как коллекционера, всякой трешнятины, игрушечной, как сборщик этого игрушечного барахла. Окей, у меня такое хобби странное. Но для меня это прикольно. Я угораю с этого. У меня канал про всякие игрушки. Это как новости, как вот это вот такие вот выпуски. Вы всё понимаете. А, ну, для детей... Зачем это? Или это не для детей? Нет. Это для детей. Это три плюс. Камон. Всё. Ладно. Давайте. Короче, если хотите, лайкайте ролик. Я вам ещё сделаю суперподбор. Прямо пока... Вот как должно быть. Ну, типа, как нормально. Ну, может, не должно. Но нормально. И как всё испортить. И как просто странно. И сами... Они не испортили. Это просто очень и очень странно. Вот я бы что сказал. Неплохо. Не запретить. Не... Это просто странно. Никому не замечают. Покупаете, классно. Просто это странно. Я... Я останусь на своём... При своём мнении. Окей. Всё. Пока.